70 километров от столицы границы Калужской и Московской областей. Здесь на площади в 2000 гектаров расположился индустриальный парк Ворсина. С этого года в парке начал работу мультимодальный логистический центр. Мультимодальный – это значит, что грузы тут принимают по железной дороге, автодороге и в перспективе воздушным транспортом после открытия каргопоста на аэродроме Ермолина. Логистический центр также включает в себя таможенный терминал с ветеринарным и фитоконтролем и складской комплекс. Склады сейчас уже строим вторую очередь. Всего в первую очередь 38 тысяч квадратных метров было построено и введено в эксплуатацию ровно несколько недель назад. Туда наш первый арендатор уже сел. Является одним из известных нашей российской дистрибуционной сети. После завершения реконструкции железнодорожной станции Ворсина здесь начал работу современный грузовой терминал. Семь путей с полезной длиной более километра. По своим пропускным способностям, а максимально здесь могут обрабатывать до 500 тысяч контейнеров в год, его можно сравнить с сухим портом. Сегодня развиваем территорию порядка 600 гектаров, 200 из которых предназначены для складской и контейнерной логистики. То, что мы сегодня наблюдаем здесь, на контейнерной площадке, это первый этап нашего развития. И эта инфраструктура достаточна для переработки порядка 50 тысяч контейнеров в год. Реализация проекта началась в 2011 году. Кредитные средства были предоставлены Внешэкономбанком. Являясь банком развития, ВЭП работает по принципу безубыточности, не стремясь получить быструю прибыль, что позволяет ему инвестировать в капиталоемкие инфраструктурные проекты. Финансовые инструменты, отработанные во Внешэкономбанке, позволяют ему предоставлять долгосрочные и относительно недорогие заемные средства. Всего, я бы сказал, затрата проекта до сегодняшнего дня является ориентировочно 7 миллиардов рублей. Итого 3,7 миллиардов рублей прямой продержкой от Внешэкономбанка. Эти суммы были целенаправлены на дальнейшее развитие сам железный контейнерный терминал, на строительство еще, естественно, склады класса А. Вкладывая средства в создание логистического центра, Внешэкономбанк не только помогал решить задачу строительства крупного хаба по переработке грузов. Это первый в России опыт создания так называемой грузовой деревни. Концепция грузовой деревни довольно распространена в мире. Например, в Германии таких деревень 32, в Италии 25. Их задача – вывести грузопоток за пределы больших городов. Тут грузы не только сортируются и хранятся. Здесь же открывают новые предприятия, офисы, научные центры, строится жилье для персонала, развивается транспортная сеть. Таким образом, подобный логистический центр становится точкой роста, которая будет способствовать развитию экономики не только Калужской области, но и других регионов Центрального федерального округа. Фнешный экономик – это не просто финансовая поддержка. Это тоже, я бы сказал, нас признают действительно, как, я бы сказал, очень важный или важный элемент к развитию не только Москвы, а как бы маленький кирпич, как строительство дальше и развитие дальше вся страна. Сегодня на территории Москвы действует 9 железнодорожных грузовых дворов. Некоторые из них расположены практически в центре города. Эти товарные станции формируют поток грузового транспорта, который идет по дорогам центра города. Его объемы растут каждый год. Например, за первое полгода 2015-го автотранспортом в столице было перевезено 15 миллионов тонн грузов. Разговор о закрытии грузовых дворов власти Москвы ведут в ЦРЖД уже несколько лет. Снизить нагрузку на мегаполис и взять на себя часть товарных потоков поможет грузовая деревня Ворсина. В миллионах жителей, которые проживают в Москве, сегодня в грузовой деревне Ворсина является единственной, которая готова на себя взять на себя существенную часть грузопотока московского. При том, что, допустим, в Берлине, где живет 5 миллионов человек, таких грузовых деревень – 3. Москва остается логистическим центром страны. Из 16 миллионов квадратных метров складской недвижимости в столице сосредоточено 10 миллионов. Эксперты оценивают потребность в таких площадках на уровне 10%. Сегодня складская недвижимость является драйвером роста на рынке коммерческой недвижимости. Инвестиции в этот сегмент с начала года составили 250 миллионов долларов. Потенциал для развития таких центров по перевалке грузов есть и в других регионах России. Для того, чтобы построить новую грузовую деревню, она должна стать каким-то центром транспортного узла. Можно говорить, что в будущем, в перспективе, грузовые деревни могут появиться в транспортных узлах Транссибирской магистрали. Такие города, как Екатеринбург, Уфа, Новосибирск, Иркутск, ну и, конечно же, Владивосток. Участие в крупных инфраструктурных проектах является одной из приоритетных задач институтов развития, таких как Внешэкономбанк. Например, строительство скоростной автодороги Европа-Западный Китай. Эта транспортная артерия свяжет быстро развивающиеся промышленные регионы в разных частях света. Другой, не менее глобальный проект – экономический пояс шелкового пути. Реализация этих масштабных проектов будет способствовать в том числе и развитию сети логистических центров по всей стране. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова